приветствую пробую записать видео про время поступил такой вопрос о девушке с расширенным сознанием почему-то она говорит я не могу понять как это здесь и сейчас при этом я она говорит чувствую тонкий план я чувствую я взаимодействую с непроявленным да то есть тем что называется кстати экстрасенсорика и так далее я получаю разную информацию да ясновидение ясно знание ясно чувствование при этом говорит я не понимаю как вот это вот здесь и сейчас что это вообще это мы еще даже не касались единого сейчас потому что это не то что разные но здесь и сейчас это кусочек единого сейчас про единое сейчас возможно сейчас не буду как будто нужно отдельно сделать попытку про время что могу сказать что по сути можно во первых хорошо начну с этого ракурса что времени нет но оно есть конкретно что имею ввиду что есть какие-то уровни до которых мы расширяемся где мы от времени скажем так освобождаемся потому что то самое пятое измерение да то есть есть вот это трехдешное трехдешное и восприятие мира длина высота ширина четвертое измерение это как раз время да и пятое измерение это вот кто смотрел фильм интерстеллар на английском я не знаю как он по-русски называется вот это максимально приближенное чисто визуально как это воспри воспринимается понятно что для визуал это понятно но внутри это чувствуется еще более широко это как хорошо сейчас уточнить хочется расширить точнее что это как много 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 уровней реальности временных веток и вы как точка точка как раз измерения который двигается вверх вниз условно говоря по вот этим вот разным вариантом реальности да а как мы сюда приходим и в из квантовой физики то есть квантовой физики есть вот это облако состояний термин такой суперпозиция еще по-другому называется что означает что все реальности со существует то есть это такой квантовый суд источник по другим словам слово можно сказать квантовый суд где абсолютно все возможно и именно то случается что наблюдает наблюдатель не просто наблюдает а какая прошивка у наблюдателя это так можно сказать то есть если у наблюдателя человека Бога, прошивка предыдущего образца, можно так сказать, это как раз отделённость, да, отделённость, борьба, ограниченность, отрицание и так далее, и так далее, да, зерно здесь отделённость, то есть отделённость от реальности, отделённость от себя, как от божественного сознания, от себя, как того, кто наблюдает, да, или тот, кто наблюдает нами то, что даже наблюдает, то есть то самое божественное сознание. Только оно именно в сознании, а тут мы, как в человеческом теле, с прошивкой именно человеческой, то есть через дуальность. А дуальность – это и есть отделённость. Это всё равно не получается у меня лаборатория. У меня всё равно получается лаборатория, даже когда я пытаюсь отдельным видосом снять конкретно про время, всё равно идёт поток не так. Ладно. В общем, что мы смотрим на время, как на измерения. Это четвёртое измерение. Пятое измерение, когда мы снова зуммируемся и видим, что вот есть трёхдэшные, которые со временем, как с четвёртым измерением, и есть пятое измерение, где как раз вот эти все реальности, как то, что визуально отображает вот эту для удобства, вот эту суперпозицию. То есть из квантовой физики вот эти все сосуществующие реальности, не просто реальности, а временные ветки, понимаете? То есть это не просто измерение времени, которое мы берём и отпихиваем, в этом и прикол, что времени нет, но оно как бы есть, потому что очень много веток реальности, и наш уровень энергии, это один кусочек пазла, и наша прошивка, то есть конкретно какое у нас сознание отделённости, либо целостности, да, сознание Творца ещё очень часто, ну, на канале и лаборатории точно есть, вот эта вся тема базовый курс, университет физики сознания, смена шаблона восприятия, то есть сознание жертвы, отделённой от всего, да, старая прошивка, корень отделённости, и сознание Творца, где ты и есть божественное сознание, то есть это я чуть-чуть соединяю для структуризации. Поэтому временное вот это время, оно есть, четвёртое измерение времени, оно есть, но оно расширяется до пятого измерения, где вы уже время, как линейность времени, их много этих веток, и вы, работая со своим сознанием, то есть научаясь конкретно взаимодействовать со своим сознанием и перепрошивать его в сознание целостности, да, как раз в сознании Творца, сознании Бога, Homo Deus и так далее, эволюции сознания, новое сознание, да, и так далее. То есть научаясь этому, вы освобождаете у себя в сознании, освобождаете, сотворяете туда же энергию, энергию вообще, как квантовый суп, опять же, да, что он не эфемерную, не эзотерическую, хотя это всё тоже есть, это, ну, чисто аспекты уже пошли, а именно квантовую энергию, если мы говорим через физику сознания, и с этой новой прошивкой, постоянно вот это преображая себя, оптимизируя, по сути, можно ещё сказать, свою систему сознания, своё сознание под новый образ жизни, то есть под любовь, я хочу, чтобы мне было хорошо, я хочу кайфовать, я хочу чувствовать любовь, наслаждение и так далее, да, то есть вот у вас меняются ценности, про что я, всё вот это делая со своим сознанием, повышаясь тем самым по энергии, по вибрациям, по пирогу вот этому пятого измерения, меняя тем самым линейные ветки, да, вот эти временные, вы в итоге совершаете те самые квантовые скачки, попадая всё выше и выше и выше, и для вас становится нормально как раз чувствовать вот ту самую божественность, про которую я, по-моему, в этом видео уже не говорила, я несколько уже дублей пытаюсь сделать, чтобы про время рассказывать, а не про вот это вот всё, что божественные вот эти ракурсы, вот эти тонкие вибрации души как раз, любви и так далее, они случаются, вам становится привычным и нормальным, и желаемым чувствовать вот эту лёгкость бытия как раз, не теряя при этом вот эту свою силу, то есть принимая себя таким, какой я есть, каждый раз вспоминая новые опыты как раз из вот этих вот нижних, да, ну, то есть мы же повышаемся по этому пятимерному пирогу, а этот куда девается, спрашивается, да, и там понятно, что какое-то время мы это вспоминаем, как бы вспоминаем прошлое, то есть нам вдруг из прошлого приходит какой-то кусок памяти, и мы начинаем с этим работать, да, как раз чтобы увеличить, перепрошить своё сознание ещё под вот те самые новые ценности, и повышаясь по вибрациям, и то, что мы повышаемся, вот это становится силой, то есть когда нам снова прилетает, что ты там эгоист, ты там развратник, ты там ещё что-то, да, мы уже не боремся с этим, а мы, ну, согласие, да, сознание согласия ещё, это можно тоже всё аспекты, ну, да, потому что я знаю, что вот этих веток там до хрена, и там точно есть ветка, где я развратник, там есть ветка, где я убийца, там есть ветка педофилии и так далее, и так далее, да, потому что я, возможно, с ней ещё не знаком, потому что мне, например, ещё не прилетало, то есть я, или, например, я проживаю это не с собой, это уже совсем для расширенных, да, то есть про воплощение и так далее, и так далее, это я говорю. Но сам факт, что я знаю, что мне невыгодно ни с чем бороться, потому что в своём сознании я уже перепрошил борьбу, перепрошил именно зная, что всё, что с борьбой связано, всё, что не с принятием себя, с непринятием себя связано, это старая прошивка. А новая прошивка – это согласие, целостность, любовь, желание выбирать совершенство, то есть я вижу то, что я вижу, и я выбираю веру в совершенство, то есть я хочу увидеть божественность в этом, и от того, что моё сознание сильное, моё наше, каждого из нас, то есть это уже вот эта новая прошивка, соответственно, тут же меняется реальность, потому что квантовый суп, потому что ты, выбирая, ну вот ты в какой-то реальности, у тебя что-то оказалось, ты что-то выбрал, перешёл на другой уровень, потому что не боролся и тем самым понижаясь, а просто я хочу то, что я хочу, а хочу я любовь чувствовать, поэтому ты такой тык, просто сделал, ну такой чик, поставил эту галочку в пятом измерении, и у тебя вся прошивка раз и поднялась. Ну, это другое видео, я его хотела отдельно, но почему-то вот сейчас идёт. То есть как мы с этим работаем, это уже идут инструменты. Сейчас не про это. Вот, время, пытаюсь сказать. Господи, когда будет у меня поток идти так, как уму хочется, да? Так, никогда приходит ответ. Вот, время, почему здесь и сейчас? То есть вот эти моменты, которые сказала, что мы перестаём мыслить линейками, а мы расширяемся уже до вот этого зум-аут, то есть мы когда смотрим, делаем шаг назад и видим всю картинку, мы видим, что это не время сейчас вот это, а это одна из временных линий, и если моя задача не с прошлым разобраться или будущее простроить, а моя задача вверх подняться по реальностям, своим желаниям, что я хочу любовь чувствовать, а не бороться с этим, потому что любовь – это новое сознание, а борьба – это старое сознание. Нафига мне старое сознание? Оно неэффективное, оно ведёт на кладбище, потому что вот эти все нижние ветки – это вот линейность, тут всегда кладбище, тут рождение, семья, учёба и так далее, вот эти все старые формы. И здесь новое – это вот любовь, да. Ой, любовь, говорю, ну да, любовь к кладбищу, к смерти, всё правильно. Вот, поэтому, ну, как бы смысл мне здесь бороться с этим, да, опускаясь ещё ниже, где вообще ад. А такой я хочу любовь чувствовать, чик, и ещё, 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 но это уже детали, вот. Поэтому время с этого ракурса, да. Второй ракурс, который я хотела рассказать, это… Такой он немножко неожиданный для меня был, но такой красивый. Неожиданный, потому что он про чувства. Потому что это чуть-чуть по-другому у меня это происходит, но… Вот когда мы находимся, вот тут легко заходить через вот это здесь и сейчас. То есть мы же, когда находимся сейчас в этой точке, мы как бы можем, неважно какую ветку, да, из вот этих вот пятьмерных пространств реальности, мы можем, по сути, дотянуться до любой реальности, где мы что-то чувствовали, если мы говорим про прошлое, да, и что-то хотим чувствовать, если мы говорим про будущее. Это уже пошло, вот этот инструмент уже свершилось, это вот как раз про будущее, это не про это. Отдельное видео «Сделаю, когда сделаю». Вот, но про прошлое мы, по сути, вспоминаем из вот этих вот, определенные из пятимерных вот этих реальностей, вспоминаем одно из прошлых. То, которое первое соответствует уровню энергии, то есть сколько у нас сейчас энергии, да, столько такое прошлое мы вспомним, это первый кусочек. Второй кусочек, опять же, прошивка. То есть если в моем сознании все еще есть вера в линейность, вера во время, вера в то, что бабушка там сказала, и значит оно так, да, и вера в коллективное сознание, с которым сразу подгружается там дофига разных тоже опытов, систем сознания и так далее, и так далее, да. То есть все вот это мне мешает в моменте, мешает в кавычках, скажем так, не мешает даже, а определяет вот второй фактор, энергия первый, второй фактор определяет как раз, что я как квантовый наблюдатель, какое, точнее, прошлое, я как квантовый наблюдатель вспомню в этот момент. То есть какую, вот я нахожусь в этой точке, да, вот этой вот пятимерной, я хочу куда-то наверх, например, да, а вспомнила, например, из какой-то реальности, ну или, хорошо, на линейности вспомнила какое-то прошлое. То есть я его вспомнила, потому что у меня сейчас прошивка вот такая на момент, и я нахожусь вот в этой точке по энергиям, да, по энергии, квантовой энергии. Поэтому времени нет в контексте чувствования, что, это я чуть-чуть возвращаюсь, потому что я по-другому хотела говорить, но ладно. Я с сознанием вспомнила прошлое, да, и я что-то чувствую, но тело-то мое не может вернуться в реальность. То есть я могу закрыть глаза, я могу ментально это прожить, я могу в чувствах это прожить, я могу разобраться со своим сознанием и перейти на другой уровень, да, открыть глаза и буду в другой реальности. Это как раз когда квантовые скачки, ну, например, вы сели, да, закрыли глаза, всё было очень плохо, например, вы устали, сели, там что-то разобрались, повысили, по сути, энергию, да, разобрались со своей прошивкой как раз, то есть сняли борьбу, например, да, это если совсем простым языком. Открывайте глаза, а у вас люди уже поменялись, поменялись, стул принесли, да, там счёт оплатили и так далее, и так далее, да, то есть тот самый, та самая, то самое изменение в материальной действительности как следствие того, что вы разобрались со своим сознанием. Опять же, чуть-чуть не про это, но инструменты. Суть в чём? Что в материи, в прошлое вернуться пока, хочется сказать, невозможно, потому что прошлого нет, понимаете? Оно как бы есть, но это, по сути, что такое прошлое, да, ну, опять же, время? Что это из памяти подгружаются какие-то формы сознания, опять же, какие-то структуры сознания, которые… Чуть-чуть я отвлеклась. Которые, опять же, соответствуют уровню энергии и качеству состояния сознания на момент, то есть прошивки, какая прошивка сейчас. А доказательство того, что это было, ну, вот там документы, да, какие-то, например, или что-то ещё вот в материи как бы есть, но его же мы не можем отследить, где это было и было ли. То есть оно сейчас в моменте сотворяется, потому что прошивка такая, потому что реальность сейчас отражает полностью, материальная действительность даже, ну, и реальность, это просто тоже разное, но тоже не про это видео, отражает в точности то, что в моём сознании. То есть если в моём сознании есть вера в документы, вера в диагнозы, вера в этих коллекторов, например, почему-то вспомнилась, то это так и проявляется. Как только я в своём сознании с этим разберусь, оно тут же дематериализуется. Это как, да, если я верю в грязную посуду, вот у меня будет стоять грязная посуда. Как только я захочу, чтобы было легко, например, да, что не мне её мыть, а что-то ещё, то тут же оно изменится. Это чуть-чуть лирики почему-то. Потому что, ну, это, в общем, примеры, которым нужно разжёвывать, не хочется сейчас, ладно. А по факту, если рассматривать то же самое по времени, со временем, что так же, как прошлого, как бы нет, потому что что говорит о том, что оно есть? Только наша память. А память – это что? Это сознание. То же самое со временем. По сути, как мы видим, что время есть? То есть у нас просто есть какой-то цикл природный, да? То есть мы видим, что свет меняется. Почему-то, да? Ну, вот как люди, которые… Люди, существа, которые жили до того, как мы осознанными стали, да? Это я так называю пещерных людей, например. Или даже просто вот до того, как… Короче, раньше как было. Просто какие-то происходят явления, о которых мы не знаем. То есть времени как такового не было. В какой-то точке, до какой-то точки. А мы видим, что наше тело что-то показывает, что мы типа стареем, да? Но по сути, вот если смотреть тоже на это, то почему так? Мы знаем про биологию, мы знаем про старение клеток, опять же, да? То есть это другие части сознания. Это части, где очень много структур сознания из коллективного именно, где многовековыми знаниями установлено, что есть старение клеток, опять же, да? Почему-то идёт вот эти все реакции на свет, реакции на температуру, вообще вся биология, всё, что мы знаем про материю. То есть вот это всё просто есть в коллективном, и оно подгружается. А если мы говорим на индивидуальном сознании, то как бы… Ну я, например, ну я всё давным-давно отпустила, все эти знания. То есть понятно, что у меня была анатомия, там биология, там ещё что-то, физика, химика. Но я ни хрена не помню. Потому что, ну мне это зачем? То есть зачем мне знать, как устроена клетка? Когда нужно, оно подгружается. И, соответственно, у меня нет веры… Ну не то, что нет веры, а я не знаю, как это работает, и мне это нахрен не надо, и оно у меня не подгружается, понимаете? Оно подгружается, когда я работаю с людьми. То есть я вижу человек, например, старый, потому что он верит в смерть, и потому что у меня на индивидуальном-то уровне всё хорошо. Мне, например… Ну я не выгляжу на свой возраст. Я сейчас у меня вот это, почему-то последние дни, видимо, хмурюсь много. А я выгляжу моложе намного. И мало того, у меня возраст биологически показывает на 10 лет моложе. То есть я в другую сторону старею, потому что я освободилась от всех вот этих знаний о том, как работает старость и так далее, и так далее. И я знаю, у меня простроилось, что всё можно переписать. Как я переписала всю, скажем так, сексуальную систему, да, все свои предпочтения. То есть у меня просто всё переписано в сознании, и я знаю, что можно всё переписать. Какие-то моменты невозможно быстро переписать. Например, телепорт я очень хочу, да, но пока не свершается, потому что это, скажем так, не в одно горло, да. Хотя я уже много чего насотворяла и рассматриваю. Ну, то есть мне интересно, поэтому вот у нас в лаборатории сознания скоро появится ветка телепорта в том числе. Пока только, не только, а одна из веток, у нас сейчас время. То есть это в ту же сторону как раз. Ну, то есть время – это часть телепорта. В общем, я к чему? Что это какие-то части сознания очень комплексные, поэтому они дольше занимают. Не вот так вот быстро, да, а это процесс. Вот, поэтому телепорт пока, увы, не случается в таком чистом качестве, в котором я хочу. Но уже туда мы и двигаемся. Вот. Про время возвращаюсь. Что подгружаются вот эти все… Когда подгружаются вот эти все формы сознания, связанные со временем, именно старение клеток, то, как двигается вот это всё понимание космических всех вот этих, как это астрономия и так далее, да, как движется вот эта вот земля, солнце и так далее, и так далее. То есть вот это всё мешает в контексте, что оно добавляет или подгружает части сознания, которые слишком статичны. Там нет вот этой гибкости, нет вот этого… вот этой лёгкости и свободы от представлений, понимаете, о том, как работает мироздание. И поэтому продолжает вот это вот меняться день и ночь, сотворятся погодные условия, годы, календарь, да, то есть идут все вот эти приборы измерения времени, то есть те самые части в материи проявленные, которые фиксируют время, тем самым удерживая вот эту линейность времени именно. Поэтому один из ракурсов, который вот как раз, скажем так, прокачиваем мы в лаборатории, это умение на индивидуальном уровне чувствовать вот эту свободу от времени, да, и, то есть единое сейчас, это я уже говорю, и от того, что мы не про улетевшись, а про улетевшись без отрывов от материи, да, как мне нравится говорить, то есть мы взаимодействуем с людьми, и мы не просто там что-то вещаем на каком-то непонятном языке, да, а насколько возможно, научаемся в том числе говорить, не говорить, а передавать то, что через нас идёт, расширяясь в люди, можно так сказать, но имея в виду, я имею в виду, что... Ну, сейчас идёт, что, скажем так, изъясняться понятнее, да, но имеется в виду, чтобы уменьшать вот этот разрыв между собою на индивидуальном уровне, вот, и собою на коллективном уровне, потому что в нас есть и тот, и тот уровень, и когда мы слишком концентрируемся на индивидуальном, или даже не так, когда мы забываем про коллективное, или не хотим расширяться в коллективное, потому что на индивидуальном так хорошо, да, любовь и так далее, то вот тут случается вот этот дисконнект, который нас чуть-чуть разводит по реальности, мы-то как раз вот пошли отшельники, вот это на горе, маленькими группами, ну, вот там у меня есть видос отлетевшим посвящается, сама себе записала это видео. Точка пока, многоточек точнее, вот, не про это, хорошо. Поэтому время, оно как бы есть и как бы его нет, потому что на индивидуальном уровне мы достигаем вот этой точки, где времени нет, потому что у нас в сознании как раз, ну, вот то, что я говорю, мы в чувствах это видим, на чувстве, то, что я начала рассказывать, что в чувствах мы не можем вернуться в материи, в какое-то прошлое, но мы можем в чувствах это прожить, да, то есть через чувства. Мы видим, что я только сознанием своим, чувство и есть в сознании, да, сознание – это всё. Материя тоже в сознании, но это следующий уровень. То есть через чувства можно почувствовать, что да, я могу почувствовать прошлое, например, оказаться там но материя все равно остается здесь потому что времени нету этого прошлого нет этого времени и второй ракурс вот именно через сознание зайти то есть через прошивку это второй рак или третий уже ракурс что вера в то что время есть я уже начала рассказывать тем только это по сути прогружает в моем сознании веру во время коллективные вот эти все как раз а потому что в моем сознании либо на индивидуальном это есть еще до либо если уже расчищена скажем так или освободились от этого на индивидуальном она все равно есть коллективно потому что вот этот переход на еще случается и разобравшись у тебя в сознании попав в ту реальность то есть когда она изнутри прям простраивается на всех уровнях сознания на индивидуальном уровне что времени нет а потом вы выходите в люди и видите что время есть но вы уже знаете что там вот это вот пятимерное пространство да и это первый момент то есть много временных веток и вы просто вверх в них вниз по ним ходите ну как это выглядит вы просто в моменте что-то вспоминаете да или что-то чик приходит какая-то реальность вспоминается либо кто-то приходит из прошлого кто-то пишет ну и и так далее так далее да то есть вы не мы никуда не ходим ну совсем и ходим но ты просто находишься в этом моменте и наблюдаешь реальность зная что это просто переходы по реальности то есть ты просто по сути расширяешься сужаешься расширяешься сужаешься да это один из ракурсов для удобства говорим что вот так вот вверх вниз ходишь а по чувствам то все ты находишься в точке просто наблюдаешь эту реальность и отмечаешь что твоя вера во время то что на тебе часы то что ну вот все наши девайсы да то есть реальность заточена на высчитывание времени потому что это еще для целого нужно потому что есть еще коллективное которое еще играет коллективное сознание которое все еще играет и если я думаю что я сейчас вот это все вот так вот поменяю то у меня либо гордыня которую я дальше буду рассматривать до разбираясь либо я действительно это могу и тогда я знаю я мы те кто у кого это уже есть я знаю для чего это и я не борюсь уже с этим и не пытаюсь вот это как говорится в лаптях за паровозом а я соглашаюсь с этим ну то что я говорю что вы наблюдаете вы понимаете что это нужно не нужно но как бы кто я да чтобы с этим бороться если я выбираю новую прошивку новое сознание целостности то нет смысла бороться это все и есть я и снимая себя ответственность вот именно уровня которые на момент например мне не нужен да я освобождаю себе как раз ту самую энергию про что говорили первый аспект и у меня сознание новое то есть я не борюсь а согласие и понимание что все идет так как оно должно так как она не то что должно а все может а и третий момент что все можно переписать то есть я могу продолжать ну вот как я с телепортом не говорят говорит реальность да пока ну и рано с телепортом но я хочу играть телепорт то есть я не борюсь с этим но я наблюдаю желая телепорт сейчас кто-нибудь напишет мне скажет а я уже знаю телепорт пишите я с радостью по взаимодействию у кого уже есть эти куски к моим кускам добавить которые я уже я мы нас не нас несколько уже лаборантов резидентов даже которым это интересно ну да мы пока не торопимся но это интересная реальность вот поэтому вот этот ракурс по времени что через чувства что мы сами себе можем доказать по сути доказать в кавычках тоже что времени нет и второй ракурс это а как раз второй ракурс можно сказать это вот эта пятимерность мы можем ходить то есть когда вот это входит пятое измерение опять же фильм interstellar на английском на английском это вот самое ближе близкое где-то вот концу наверно ближе к тому как это понятно что там ой мурашки пошли через формочки сознания то есть все равно там через человеческую прошивку это но она из всех фильмов она максимально близко показывает как это можно внять чтобы она хоть как-то раскрылась потому что дальше понятно идет расширение в том числе вот в это единое сейчас то что мы называем это очень красиво то есть второй ракурс показать себе что времени нет это внять вот эту систему пятого измерения система в кавычках увидев что это много временных линеек и ты можешь вверх них ходить условно опять же и третий ракурс это именно прошивка что твое сознание верит в то что время есть а на самом деле если увидеть разложить что времени нет потому что что доказывает что она есть приборы которые созданы человеком то есть сознанием дуальности ограниченности исчисления времени и так далее так далее да тело которое опять же подгружается прогружается потому что сознание моё верят да из опять же из прошлого ой господи из коллективного подгружается вот эти все то что я говорила солнечные системы и так далее так далее тени старение ну вот все вот это то есть это все сознание в котором прошито что время есть а по сути ничего не показывает то есть мы просто видим по факту следствие того как работает наше сознание в котором прошито про время и работа с этим работа в кавычках ну мне нравится больше слова экспериментирование исследования как раз чем мы в лаборатории занимаемся то есть смотреть интересно почему так именно с ракурса что я знаю что все можно переписать переписать потому что но если ты умеешь на это кстати у нас уже ось сознания для айтишников вот если кто заинтересуется особенно программисты вот это прямо включение то есть там готовое сознание по сути там несколько точек активации и ты просто на все смотришь уже по-другому так тоже нужно сделать и наверное как-нибудь сделаю видео про ось сознания о с сознание что статичного ничего нет и определенные задачи это процесс путь по-другому который ты в теле в материи проживаешь имея что-то что ты хочешь как точка на карте . очень условно я это иногда называю точка сохранения там тоже такой расширенные больше ну можно так сказать поэтому как то так получилось про время если вопросы есть в комментариях отвечу адьес светлана света